Девушки отдыхают Включаю Хлопок А представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Кочубей Павел Михайлович Позывной? Позывной итальянец Служу в 90-м батальоне, чем горжусь, очень-очень сильно Я не хочу, ну, чтобы мои дети росли в какой-то непонятной стране Я хочу, чтобы они росли в независимой стране, да, в свободной Чтобы они могли свободно говорить, общаться, чтобы они рабами не были 55 лет, в принципе, мог уже не служить И меня никто не искал и не призывал Но в связи с тем, что позвонили мне друзья, бывшие мои сослуживцы с России И сказали, что вы фашисты, вы бандеровцы Ну и пообещали мне вторую Катыни Так как знаю, что я поляк Ну, я все-таки, хоть и взрослый человек, но оружие еще в руках держать могу И стрелять могу, и могу этому делу научить Поэтому я здесь 20 лет прослужил Три года был на пенсии На каком? Чем не был уволен? Подполковник У меня определенная болезнь Вот Я хотел еще весной идти, но мне это не позволило, скажем так С новой волной мобилизации я пришел в военкомат Я никоим образом не ожидала, что он после такой сложной операции пойдет воевать Предложил свои услуги Мне не отказали Ну и Я снова в армии Батальон это в основном взрослые люди Которые обдуманно пошли Которые хотели отстоять все-таки свободу и независимость нашего государства Ну, мотивация, скажем так, одна была у всех Чтобы та беда, которая сейчас на Донбассе Она не пришла в другие регионы Украины Этап формирования самого батальона был очень сложным Не было, скажем, первоначального орг-ядра Ни одного командира роты И вот люди просто сходились, сходились Мы этих людей собирали Есть много ребят, которые, скажем так, в лагере у нас Призыва уже не было Призыва уже не было Но правдами и неправдами мы потом узаканивали их нахождение в нашем батальоне Переживать, сидя на диване Сидя, ходя на работу Когда идешь в магазин Где-то отдыхаешь, где-то гуляешь с друзьями Встречаешься Но это неправильно Вот и пошел в военкомат Я в армии служил в 90-х годах связистом Я понимаю, что это такое И я смогу помочь На что мне сказали, что специалисты связи не нужны В нашем доме был добровольческий батальон, как пивдень назывался Я пришел туда, на этот пункт И спросил, ребят, я, конечно, извиняюсь, а вам связисты не нужны? Они так увидели, конечно, нужны Я говорю, ну, я готов В доме я сказал, что меня на 1 августа призвали Жена его до сих пор не знает, что он добровольец Он жил две недели в нашем палаточном городке И все-таки он добился, чтобы его призвали Меня благодаря только замполиту нашему, Котвицкому, меня по блату взяли в армию Две недели я по полигону бегал в джинсах и футболке Подготовка батальона, она проведена была успешно Батальон выехал вместо постоянной дислокации Это на востоке Украины Было такое чувство, что действительно, да, они уходят на войну Наверное, это самый тяжелый момент в моей жизни Я понимала, что завтра ко мне могут прийти и сказать, что все, вашего мужа нет в живых Пацаны, готово, давай Здравствуйте, сначала, как вас зовут? Меня зовут Руслан Вас позвонит Цинган, вам сколько лет? 23 года мне Когда я еще учился в университете, я никогда не думал, что в 22 года меня застанет война Знаете, как-то учился, думал, буду работать на какой-то гражданской работе, но по окончанию там Женился в 21, думал, что все будет хорошо, замечательно А потом какой-то такой переломный момент наступил, наверное, в жизни, что я понял, что надо идти в военкомат И мне все говорят, ты дурачок, молодой, туда-сюда Но я понимаю, что надо А потом, по распределению, попал в 90-й батальон Житомир И так закинул И получилось, что попал в подразделение командиром взвода Когда увидел свой взвод, поначалу испугался, потому что, ну, все были там 37-40, ну, мужики Ну, я был еще молодой Ну, так подумал, думаю, все Руся, гайки Ну, ничего, получилось Повоевали чуть-чуть, поняли, кто есть кто Кто на что, ну, кто что может И все нормально Мы по приезду сюда, мы через неделю, буквально после Константина, как и уже уехали в Песке Ну, моя, наверное, война началась в Песке Многие, естественно, начали отсеиваться Оно реально страшно Страшно увидеть первую смерть Когда Когда погибли То есть это минометный обстрел И у Димки, который погиб первым У него был в тот день день рождения Молодой хлопец Я не помню, сколько он был То ли 25, то ли 24 года Я не помню Я помню, что Хороший хлопец, нормальный Ну, так случилось Игорь Ефименко, наш связист Всего лишь старшина Всего лишь старшина Но он в роли был и командира взвода связи Где-то надо было перепрошить радиостанцию Где-то надо было наладить другие вопросы Он садился, ехал в самое пекло И делал свою работу Первое правило Перепрошить все радиостанции в батальоне Не важно, где они находятся Хоть в самом аэропорту Мне нужно было срочно выехать А там творилось просто ад сумасшедший И когда услышали в эфире Что 13-му нужно выезд Никто не захотел ехать Ну, я бегал, плакал Потом мне помогли там медики То есть они нашли А там кросс-волонтер был Хлопчик только первый раз на передке Я ему ничего не говорил Вот это зарешил Чтобы он просто поехал А вот что тяжелее всего Было вам там переносить? Посылать людей на спирт Субтитры сделал DimaTorzok 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 В конце ноября мы поменяли подразделения Другие бригады в аэропорту И до конца декабря мы были в новом терминале Донецкого аэропорта и диспетчерская вышка Мы спали на бетоне То есть каждый день были обстрелы Сегодня 05.12.14 год Донецкий аэропорт Новый терминал Мы 90-й отдельный патсантный батальон 95-й бригады Так называемые киборги Держим оборону И будем держать его до тех пор Пока эти уроды не уйдут с нашей семьи Иди сюда Нет Иди сюда Иди сюда Иди сюда Нет 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 Он Иди сюда Я вам расскажу про первую ротацию Когда мы вместе заходили Это Виталя Позывной Борода Борода Да Мы вместе заходили в первую ротацию Мы вместе заходили в старый терминал Он без заздрения совести Без страха Ходил Минировал Монки ставил В аэропорту Короче Вообще Молоча Горжусь таким братом Серйозно говорю Десь на день 12 Коли Моторова заявил Что они контролируют новый терминал А так как называли нас опробами Что мы сидим в подвале Так как говорят Не то что сказать Угрожение совести было Просто хотелось доказать Что мы действительно есть На тот час я вылез Сейчас еще за одним товарищем Своим не поставлены Но он в терминале Тапора Видеоотчет Доброго дня Шамалнепанство Сейчас мы покажем Как товарищи Моторола Закупили новый терминал 90-й батальон Лижея флага Киперы Да Это мы Парет Парет Причок Владимир Начальник медпункта 90-го батальона Мои навыки больше нужны были тут, чем в гражданской жизни. Я так посчитал. Самое тяжелое – это с 17 января и заканчивая 11 февраля, когда поток трехсотых был очень большим. Начались уже события развиваться, так скажем, очень остро. И так получилось, что наши ребята с батальона – это вот были крайние, кто был в Донецком аэропорту. Привозили одномоментно, ну можно сказать одномоментно, то есть с одного наступления более чем по 20 раненых. Самые большие потери – это вот в аэропорту были. 40 человек. Основная масса – Донецкий аэропорт. Ночмед Александр, он погиб при, ну скажем так, тоже при попытке заехать на аэропорт. Мы шли на помощь своим братьям, да, у которых, которым было там тяжело. То, что там в аэропорту происходило, конечно, крайний раз, это, ну, очень страшно. При подъезде начали забрасывать гранатами сверху. Ну, мы заехали, заехали без потерь, выгрузились, загрузили машину раненых, которые там были. Машина выехала, ну, мы, соответственно, остались в терминале. До взрыва, первого взрыва, до взрыва 19-го числа была у нас одна только потеря. Я сидел как раз в это время на первом посту, меня вместе со стулом унесло метров на шесть, наверное, если не больше, сорвало, сорвало каску. Ну, нормально, довольно быстро отошел. Собрались, быстренько мы поджали, изобразили круговую оборону. Вот, затем был штурм потужный, такой вот, волнами накатывались они. В один из этих штурмов у меня прилетела граната, F-1. У меня только в Бердцах 11 дырок. Отбивались нормально до 20-го числа, в принципе. Выбить так не получалось стрелкотнёй и прямыми боебоями с влокновениями. Были вынуждены высадить в воздух этот терминал. Говорили, что сепаратисты заложили там около 4 тонн взрывчатки. Произошел взрыв, ну, взрыв такой тоже нежданный. Темнота, пыль, грязь, на тебе кирпичи или железо, пару бойцов сверху, короче. Бойцов откапывали вообще с-под, получается, с-под стенки. Момент взрыва, да, Иван Иванович, короче, ну, стоял где-то в трёх метрах. Ну, вот реально, ну, его не нашли. Иван Иванович Зубков, это, ну, человек и брат, ну, он вообще маленький по росту был. Но в духовном плане, да. Ну, я вам хочу сказать, ну, это хал, кинг-конг, да, такой большой. За ним люди реально в аэропорт пошли. Для меня честь, да, очень большая, что я служу в батальоне, который назовут, назовут его именем, да, имени Зубкова Ивана Ивановича, героя Украины. Тяжело всё вспоминать. Первый месяц, да, для меня было настолько тяжело, я... Глаза закрываешь, а... Перед глазами ребят, да. Порвало бойцов, конечно, сильно, да, там... У кого-то руки-ноги доставали, парней поднимали. Кто не мог, тот обустраивал какие-то защитные сооружения для огневых точек. Решался вопрос о выходе. Ребята, когда собирались, первые слова, которые я спросил, говорили, где свирит? Мне сказали, что свирит пошёл вперёд. После чего я попросил Сашу Руденко, он возле меня раненый тоже был. Говорю, Саня, вставай, говорю, Толик пошёл вперёд, говорю, пойдём. Ну, если бы остался бы, да. Я не хочу дальше, говорю, по этому поводу. В третью хвилю я пішов самостійно, я пішов в военкомат, записался. Я решил, что моё место на данный час было там. Хлопцам потребовала была помощь. Один из моих товарищей, позвонив его, спартанец, он на данный час находился там. То есть я знал, что он там выехал, он туда выехал 18 сентября, и я знал, что он там. И когда 19 сентября мы планировали эвакуацию, то у меня главное задание было его вывезти. Вот. Вечером 20-го часть бойцов вышла. Я принял решение для себя, что я останусь с ранеными парнями. Ну, здесь не имеет разницы, знаете, что ранены, что погибшие. Я считаю, что не имеем права мы их бросать. Остался со мной Игорь Броновицкий. Вот. Саша Михалюк. Вот. Воды уже не было у нас. Кололи лед. И раненым парням разносили, раскладывали, что у них жажда. Вот. Но до утра, к сожалению, дожили не все. Мы заехали в тил противника. И, ну, держался, может, годину, півтори. Был бой. И я в том бою залишил своих кращих хлопцев. Четыре человека забрали из моего взвода. Это очень больно вспомнить. А решта потрапила в полон. На утро я принял решение идти к нашим оппонентам, договариваться за коридор, чтобы вывести тяжелораненых бойцов. Ну, и погибших тоже. Они делаем все, да. Вот там люди ваши спасены, но вы идите к нам. В Донецк. Ну, для меня самое главное было спасти ребят. 21 сентября, когда уже остаточный аэропорт был сдан, в камеру зашел Спартанец. Я ехал за ним, и я его зустрел. Я был удивлен, когда встретил друга своего патрона в этом самом Донецком СБУ. Ну, и после того уже пошли видеоролики, как нас брали в полон, и парад по парад по Донецку. Откуда, с какой части? Вроньче. 81-я бригада. 81-я бригада, 90-й батальон. Мы не знали, куди нас ведут, и что с нами будет. Повернемся мы моих звезды або нет. И первый раз, как вечерин, я дивилась, я еще глянула, провели их, еще червона куртка. Я его не побачила, себе рано, знову, я поделилась все самые новини. Знову, эта червона куртка, знову я его не знаю. И когда уже я прийшла на работу, у них же мои девчата кажут, что Инна так и так. Я говорю, да я не верю, ну давайте он позвонил и сразу сказал, Мрин, ребята в плену, ты знаешь, что делать. А я стою и думаю, блин, а что же делать? Плотно отслеживала полностью все видео, которые появлялись в сетях, полностью смотрели мы и считали людей, потому что боялись кого-то потерять. Я впервые видела, что убили человека в плену. Я даже до такого додуматься не могла. Это Игорь Броновицкий. Фамилия, имя, отчество полностью. Броновицкий Игорь Броновицкий. Год рождения твой. 1976. Когда на одной картинке он был, потом на вторую видео он был, а больше его нигде не было. Игоря очень сильно побили и там хотели вызывать скорую, вроде как, и там подошел товарищ, который Моторова, и сказал, типа, не жилец и добил его. Игорь Броновицкий, Семьдесят семь дней. 20 січня по 6 квітня мы пробовали в полоне. До физического знущения, не то, что знущения, а для физического навантажения можно привыкнуть. Морально очень тяжело. Один день в полоне, это, наверное, життя приходит перед очами. Ты не знаешь, чем этот день может начаться, и чем он закончится, где ты будешь. Мы ездили в аэропорт, уже когда мы его сдали, на раскопки наших хлопцев, которые там остались под этими завалами. Это очень тяжело, когда находишь окремо руки, ноги, а тела нет. Або когда тело без головы. Мы сначала ехали 20 січня за ними, чтобы вывезли их живыми, но не было такой возможности. Но потом мы уже повернулись, даже когда были в полоне, чтобы хотя бы их тела вернули домой. Это был наш обувь перед нашими парнями. Мы находили парнями, с которыми мы начали этот батальон. Останний день, это был 20 березня, когда мы достали последнее тело, которое мы нашли. Два месяца парнями пролежали в этих завалах. Я хотел вернуться любым способом домой. Я знал, что если я выжил, после того, что там было, и попали в полон, то, наверное, есть какая-то доля, что я должен вернуться домой. На данный час там еще находятся два наших парнями. Они очень хотят вернуться домой, но мы очень хотим, чтобы они вернулись домой. Мы оставили здесь свою землю, свою родину, свои дома, свои семьи. Я вообще не разумею, как здравоместный мужик может сидеть в этой час дома. Наоборот, требуется сюда, на фронт. Когда выходили из аэропорта, там уже, честно, там было месиво, просто месиво. Есть такой старшина Рязанович. Вот этому человеку надо дать должное. Он самый крайний, кто вышел из территории аэропорта. Он был на здании пожарного депо. Пожарную часть на той час удерживали только 7 людей. Ними руководила дама. Рацию все переслухали. И даже в тех условиях, в условиях, когда стреляла по них вся и все, и танки, и САУ, и грады, он руководил боем и умудрився набитым. Это человек талант. Умудрился набитым, спалить много техники, уничтожить много живых сил. Он корректировал еще и огонь. Помимо того, что они вели удерживали оборону, он еще и корректировал огонь нашей артиллерии. И очень эффективно, очень точно, очень правильно. То есть у него практически по его корректировке промахов не было. При всем при этом Адам умудрился, я говорю, двое суток они еще держали пожарку после того, как они уже были в полном окружении. Потом он принял решение выводить руку. Семь человек зашли туда, и они вышли все семеро оттуда, живые и невредимые. Вот на этом можно сказать, так, история с этим аэропортом была закончена уже. Потом началась другая история, это с метеостанцией. Мы уже заехали на метеостанцию, это то, что возле аэропорта. У нас был приказ продержаться 15 суток. Я был старше, я командовал подразделением 21 человек. Тогда, наверное, они полтора губкомвоя нас тогда выстрелили в этот квадратик 200 на 200 метров. Потому что мы четверо суток были под тяжелым артобстрелом. У нас были и 300, и контуженные были. И даже те ребята, которые контуженные, они, ну, я был командиром, они говорили, мы никуда не уедем, мы с тобой останемся. Стратегическое смысл было держать ту точку в том, чтобы сепаратисты не начали локально отжимать куски земли нормальные. И на тот момент, пока мы были там, пока мы держали эту метеовышку, то наши пацаны здесь, поближе сюда, успели окопаться, успели занять какие-то точки. И вот та, наверное, тяжесть решений вся, которая легла на его плечи, видимо, спровоцировала, что у него пошли камни с почек. И камень заплакировал полностью почку, и 4 дня его там кололи, он уехать оттуда не мог. Он на следующее утро пошел по ребятам из дома в дом и объяснил ситуацию, которая сложилась с ним для того, чтобы уехать. Чтобы не потерять моральный дух батальона. Потому как на тот момент и офицеры были в плену, и ребята были в плену, и комбат был в плену. То есть это уже достаточно сильный удар по батальону сделало. После того, как нас разбили в аэропорту, получилась ситуация, что частично батальон был морально деморализованный. Ротами, ротами, с водами рулили рядові, які не были даже командирами отделения. Просто-напросто. И вот один из таких, кто принял на себе командование батальоном, разбитым батальоном, це був Биба. В самое тяжелое время він командовал нами. Командовав, ну це человек, той дійсно, в дяшній долі, через ціні обстоятельств, що у нас такі командири. Це чоловік в цьому часі в цьому місті. вони були до крайнего, двісній дійсно, дійсно, в цьому місті, в цьому місті, в цьому місті. Многі, до сих пор не розуміють, чому я там. Тому що так, пенсивний є, звання є, квартира є, участник боєвих дійсний є. Вони не розуміють, що таке зов душі, патриотизму, за Родину. Вони перенесли дуже тяжелий стресс, розговиралися в усім. Ну, я їм говорив, що, мужики, в Україна – це не тільки генеральний штаб, Министерство оборони, вулиця Грушевського. В Україні, я говорю, це ті бабусі, дєдусі, які вам передають волонтіри, бабусі, дєдусі, які свою пенсію знімають, пікупають вам продукти, все для фронта. Вот це Україна, а не те, я перед цим перечислил. І отримав на їх самолюбие немає, де кого как, ну, понемножку, а затем потихонечку почали входити там, вводити по одному, по два человека на боєві. Вони почали возвращаться, розказувати все, потихонечку, потихонечку, ось так вот набрали оборотов. Ну, після аеропорта ми таки остались, ми так же і держимо, скажімо так, пости, северну частину аеропорту. Я сержант, старший навідник АГС, 17. Тобто я можу, я знаю, я щось умію, я можу допомогти цій державі, людям, захистити свою сім'ю, сім'ї других людей. Почалася оборона, опитна. Жорстка оборона, опитна, постійно ці диверсійно-розвідувальні групи, вінометні обстріли, танкові обстріли. З Спартака, з аеропорта між терміналами, з краю Донецька. Тому що це прямо до аеропорта, яка, якщо взяти, наприклад, опитна, воно розмежує сторони, і можна буде брати інший кутав, робити. Все передвіження було, навіть по тому же Водяному, це під безпреривним огнем артиллерії, вражескій. Позиції? Тобто переміщались на свій страх і ризк. Тобто, якщо переходили кудалібо, це було, ну, процентів 80, що можна було не повернутися вже. А вот це було прямове попадання, кстати, танка. Танка? Да, це було зимой. А там знаходилися? Ні, ні. Слава Богу, в цьому дому ніхто нежав, він був просто пустой. Морально тяжело, физически тяжело. Буквально, ви самі знаєте, два дні назад було дуже сильне. В болоті цілі сутки сидіти, ну що ж. А це грязеві ванни Донбаса. Я на що обращаю внимание? Потеря, принцип разведки. Будемо говорить, що це військова розвідка, це наблюдається. Постоянно. Постоянно наблюдається. Прощелкаєте, підійдуть, закидають гранатами вас, будемо мушти. 4-5-0. Там, в посадки, п***й, 4-й. Опять стрелок завелся. Якщо можна, я вийду на садовника, хочу прокошмарити. Садовник, мажору. Для мене було тяжко після раніння виходити на передок. Беремо себе в руки, беремо автомат і йдемо вперед защитити Родину. Знаєш, якщо ти туди не вийдеш, не зробиш свою роботу, крім тебе ніхто не вийде. Ніхто не зробить. І так як на кожній війні від кожні людини зависить життя іншої людини. Тобто, коли ми виходимо на бойові, ми знаємо, що це плечо, чи це плечо, прикроє то чи інше плечо. Війна, ця крові, це виконання бойової задачи, наш батальйон став однією сім'єю. Навіть ті, які отримували раніння, будучи в термінале, будучи на вишці, вони після лечення, після реабілитання, вони повернулися в строй. Я своє раніння получив 26 февраля в районі теже метеовышки. Упала мина в 2 метрів від мене, ну і мене ранило. У мене багато кислення сколкова раніння були, контузія, оскільки-то взрывний перелом крыла таза. Ну, мене мій товариш вийніс оттуда, він мене тянув, кілометрів два, на себе тянув. Потім я попав в госпіталь, і вже в госпіталь я поняв, що я по-любому нікуди тіну не спітляю, що треба повернутися. Ну, хто, якщо не ми? Попав я в батальйон, після того, як товариш мій, ну, точніше, нас було трьох друзів, і один із них погиб. Це було перше вона мобілізації. І як-то все хороші друзі ушли, а я тут. І як-то це все, ну, неправильно, я считаю. і, тому, що я тут. чем аэропорт. Воевать с ДРГ это воевать в чистом поле, в посадке. То есть у тебя открытое пространство, тебя могут обойти с любой стороны. Тем более, у них маскировка намного лучше. То есть можно пройти группу, даже не заметить. И просто тебя могут расстрелять. Поэтому это намного сложнее, намного тяжелее, намного страшнее. Тяжелее всего это слышать по рации о том, что кого-то уже нет. Знаешь, что утром ты с этим человеком здоровался, ты его отправлял. Максюшка, у нас не было только Максюша, сыночка, Занька. Одна желающая дитина, одна. Ну, он сказал, я уезжаю на Восток. На какую войну ты идешь, сыночка? На какую? Говорит, лучше я пью их там застряню, чтобы они, каже, до нас додому не пришли. Я говорю, ты по контракту, я даже не дам. Не, не по контракту, добровольцам. Каже, нас там много. Перед тем, как он уехал, он сказал, я хочу, чтобы дети ходили спокойно в школу. Твои, мои, соседские, говорит, любые. У нас с Максимом троих детей. Дети один за одним. Через рік. Старшему сыну одиннадцать, молодшему девять, и посерединце донька. И десять роков. Максима мает две освіти у нас. У него перша освіта физик-ядерщик. Другая освіта юридичная уже. Дозналася вранку, где него отъезда. Как выявилось, это была вторая спроба. Когда я была в военкомате в Арпене, люди, которые там работают, говорят, что мы ему специально не дали позволить. А вот этому человеку надо дать должное. Настоящий герой. Что он был там на пожарной высоте, мы не знали, это же хлопцы нам рассказывали. И мне привез прапор, что он в аэропорту лично, прапор, где они все расписаны. Мы, мабуть, расслабились, что после того, как пекло пережив, таки дважды. Мы были уверены, что ничего не случится. Был прорыв разведок инфекционной группы. Морской пехоты Российской Федерации. Ну, в общем, кинули Адама, кинули группу. Ну, туда, чтобы пересекти их. Один из наших бойцов оказался ранен. Вот он за ним возвращался, чтобы его вытянуть из поля боя. Зранку выходила из дома, я почула, у меня очень сильный запах лада, ну и свечок церковных. Но я даже не замыслила, что может что-то случиться. Его резервная группа вышла на поддержку там одному посту, который там был, я просто не называю. Вот они выполнили задачу и после выполнения задачи отбили эту диверсионную группу, когда возвращались обратно и с пулеметной очереди их там туда и положили. Я помню, в тот день услышал по рации, он сказал, типа, я ранен, теряю сознание. Это как-то дернуло меня, и, короче, я дернул за собой еще троих людей. Мы приехали, говорят, уже годом умерли. Вот, он мовчает, но потом начинает, я чувствую, что у него взрывается голос, и он начинает просто кричать, Ира, пробачь, Ира, извините меня. Я потом звоню человеку, покажу, нет Максюши, как нет Максюшка, мы убили нашего сынулю. И после того, как он знал, что Максюшу убили, у него сразу инфаркт. Ира, извините, про смерть, это страшно, похоронить страшно, но сказать детям, что отец нет, нет, я говорю, что люди вышли, чтобы я могла Максима постоять, я его прислала до него, говорю, дай мне силы сказать детям, и завтра вы стоите в бухване. Все. Ну вот, реакции детей, можете себе уявить. Был период, она мне говорит, мама, может это не тату, может это просто кто-то схожий на тату, а на ж тату просто его на завдание отправили, какой-то секретный, он повернется. Она еще на тату ждет. Хочу просто извиниться, потому что чувствую свою вину, как-то. Поэтому, извините, мы просто не успели, мы очень хотели, видит Бог, мы просто не успели. он, она еще на тату, она не успела. Но он, она не успела, она не успела. Учина в Виловайске, это будет год. Влад. А Максюшка третий. Хотя бы на этом остановился. Больше детей не гинули. Чтобы мы не плакали их. Мы прощались с ними. Я тоже каждый раз приходишь и говорю, я тебе дякую. Я знаю, что ты поряд, что ты нам помогаешь. У нас все хорошо. Ты сам это видишь. Все в нас хорошо и будет хорошо. И мы с детьми, в принципе, и обещали. Я говорю, давайте татові пообещаем, что у нас все будет хорошо и мы будем счастливы. Даже больше счастливы, чем он хотел. Мы хотели и увековечить, естественно, и память просто... Я хочу, чтобы дети Максима и Иры тоже гордились тем, что отец действительно реальный герой, реальный воин, реальный солдат, патриот. Вот это вот настоящий человек, представлен посмертно к ордену замужества третьей степени. Большая потеря, это потеря, которую словами просто не передать. Это был командир от Бога, человек от Бога. Может, из-за этого я хочу остаться здесь, потому что как-то память не пускает домой. Я хочу пока единственное еще раз извиниться перед всеми родными и близкими тех военнослужащих нашего батальона, которые не вернулись. Простили тебя, чтобы простили нас, матеря, жены, дети ихние, за то, чтобы мы не смогли их уберечь. Но это я хочу, чтобы они знали это и нас простили за это. Служу, куда есть город? Хотел бы сказать два слова, ребята. С теми, кто служил и воевал, благодарность, крепкие объятия. Те, кто погиб, вечно будут помнить. Те, кто прибыл, вновь сюда молодые. На вас лежит большая нагрузка и ответственность. Вы прибыли в уже прославленное подразделение. И обязаны нести и не опорочить имя этого уже славного батальона. Честь имея. Остаюсь служить дальше на контракт. Подписал контракт, да. Есть такая профессия – Родину защищать, да? Вот мы обязаны Родину защищать. Да, я готов остаться до конца этой войны. Ну, добровольцы, как-то… Кончился срок нашей службы, но не кончилась война. Мы дома отдыхнем недельку-другую и назад на войну. И все. Потянут ли меня назад туда? Я не уверен, что не потянут. Просто не уверен. А там посмотрим. Президент же раз будет наказал. Выдал указ про мобилизацию. Откуда еще один наказ? Значит, пойдем снова. Я буду служить и останусь именно в этом батальоне. Потому что я в этом батальоне с самого начала. И как бы мы уже, наверное, будем историей этого батальона. Ребятам надо отдать должное то, что основная масса, практически все, это пришли сами защитить свою землю, свой народ. Не спрятались в трудную минуту. Некоторые положили даже свои жизни, здоровье на благо нашего украинского народа. Служить и воевать на благо своей Родины, за свободу своего народа – это большая честь. Все. Продолжение следует.